Боже! Вот это позорище! Всё, оно его насилует! Друзья, всем привет! Меня зовут Дионис Кельм, вы на канале Rotaru Tribute Show и мы сегодня будем смотреть Позор звёзд под фанеру и рассуждать, почему так или иначе поступили артисты и как они выключились из ситуации с ошибками в фонограмме. Кто ещё не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну что, помчали! О! И встала! И пошла! Обалдеть! Конечно, чистейшая фонограмма певицы Антали. Обалдеть! Ну... Ну, друзья, это, конечно, может случиться с любым абсолютно артистом. Она просто не заметила край сцены, возможно, волновалась. У меня тоже присутствует такой страх, что я вот сейчас выйду. Бывает, иногда кажется, что я не увижу край сцены, потому что от волнения даже мутнеет в глазах, я бы так сказал. И либо, когда очень яркий свет, ты не особо видишь, или ты не особо знаком сцены, не успел приехать заранее на площадку или посмотреть. Она просто оступилась. Я в этом плане... Конечно, все смеются, когда Натали падает в этом ролике. Этот ролик легендарный, я бы даже сказал. Я ей искренне сочувствую, потому что, как артист, я ее понимаю, что если бы я упал так же со сцены, а что делать в такой ситуации? Она только продолжит петь. И она, я считаю, гениально просто соскочила. Может быть, даже ей было больно, или она даже что-то ушибла, но она этого никак не показала, и она продолжила свою работу. И не так давно я смотрел ролики с ней, последние какие-то выступления. Я понял, что Натали работает как современные артисты по новой технологии, как Лобода, как Макс Барских, как Валерия. То есть записывают фонограмму в сценческий микрофон, не студийный, и работают под плюс, создавая иллюзию живого звука. Это максимально не вычищено или прям вот спетое, как есть, со всеми нюансами. Песня просто вставлена, и человек вот не открывает рот. Ну, а вообще, Натали может петь, она хорошо поет, и она очень красивая, прекрасно выглядит, и вообще я рад ее возвращению. Ну что, Алла Борисовна Пугачева у нас следующая. Надо же! И у нее пошла фонограмма. То есть пропал звук в микрофоне, все затихло. Обалдеть! И она пошла в зал. О! Фонограмма вернулась, Яла Борисовна продолжила открывать рот и радовать людей, и вернулась на сцену. О, это тоже, я смотрю, конечно, знаменитое видео про кончилось-кончилось лето, синие поцелуи, где она пела, и сказала, я спущу для вас на бис. Пела-пела. А потом ей надоело, она выключила микрофон и просто положила его в сторону. Ну, друзья мои, на самом деле, конечно, я тоже был, допустим, на концерте Аллы Борисовны в Баку, на жаре, да, и она пела пять песен, где она пела пять песен, и все это была фонограмма, и буквально три песни из пяти она очень много раз, очень много раз не попадала ртом в то, что она поет. То есть было склад ощущения, что она не знает текст своих песен. Она говорила перед песней, это моя любимая песня, я там хочу спеть, и она мне потому, что очень нравится, вот, и для вас, и в итоге свою любимую песню она не знала. То есть она открывала рот мимо фонограммы, соответственно, складывается впечатление, что Алла Борисовна слукавила, и на самом деле она не любит эту песню, про которую она это говорила. То, что здесь происходит, конечно, я считаю, что это чистейшее неуважение артиста, когда артист в откровенную говорит, да, мне фанера, вот, типа, и все, и пошел работать. Это неправильно, так нельзя делать. Конечно, Натали в этом плане молодец, что она доработала до конца, несмотря даже на вот такой неловкий случай, и понятно, что всем это было... Ну вот, ролик называется «Позор звезд», пожалуй, да, в данном случае это позор. Группа «Мираж», у которых заела фонограмма, и они продолжали работать. Ну, как поступать до нас в случае? Я знаком лично с Натальей Гулькиной, я вот, конечно, хотел бы спросить ее по поводу этой ситуации. Ну, фонограмма могла заесть, конечно, это что-то с чем-то. Обалдеть! И это просто... Друзья, это, конечно, просто невероятно, я даже не знаю, как можно ли оправдать как-то этот случай, когда фонограмма заела, начала скакать. Ну, они... Во-первых, Наталья Гулькина прекрасно поет вживую, у нее прекрасный вокал, возможно, именно эта песня была по какой-то причине, как, например, у Лолиты, да, у нее есть... Ну, весь концерт, допустим, она работает вживую, но у нее там есть пара сложных каких-то песен, где и вокал, и технически тяжело достаточно их воспроизвести вживую, и по этой причине, возможно, что-то произошло вот так. Так, кто у нас теперь? Так. Виктория Дайнека, да? Раз, раз, раз. Оп! И люди заметили, что она пропустила фанеру и начали, конечно, орать, визжать. Ну, возможно, клубный концерт, если она работала, не могла проверить аппаратуру или еще какая-то причина, то есть здесь, конечно, сложно судить. Так. Это у нас рефлекс, группа рефлекс. Что же у нас произошло? Так. А! 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 Так. У нас упал микрофон, и мы поднимаем его во время выступления. Все, подняли микрофон, и они уходят, а на итоге поет, а звук идет целиком. Но, друзья мои, наверное, все-таки, я думаю, что здесь день города, и использовалась фонограмма именно по причине, именно по причине того, что звук уходит в никуда, и, соответственно, я думаю, поэтому была фонограмма. Плюс, так, это, кто у нас. Здесь я не совсем понял в ролике. Во-первых, я не понял, что это за артист, и не знаю эту песню. Напишите мне, если вы знаете, в комментариях, потому что я не знаю, кто это поет, и даже внешне я не узнал, кто это. Это музыка, это музыка, о-о-о, что в чем тут позор, я не очень понял. Дальше смотрим. Ага, Тимати. Хотел понтануться, и получился такой позор. Хотел понтануться, а получилось, что чуть не упал. Ну, скорее всего, здесь тоже телевизионная съемка. Видно, что огромная концертная площадка. Так, это у нас кто? Марша Распутин. Упал, а петь продолжил. Ха-ха, молодец. И все к ней присели, стали подыгрывать на фабрике звезд. Старая запись, конечно, видно. Что, друзья, я могу сказать, что Маша Распутин вообще шикарно поет живую. У нее вокал ничуть не хуже, чем мы слышим в фонограмме. Я ее раньше не любил, сейчас я просто очень сильно уважаю и я считаю, что она, конечно, талант. Вот, голос у нее уникальный, ни с кем никогда не спутать. И то, что здесь произошло, я думаю, что это телевизионная съемка и просто было по-другому никак. Кто у нас следующий? Татьяна Татьяна Овсиенко, я так понимаю. Но мы знаем, да, что Татьяна Овсиенко в принципе вживую, не знаю, я видел ее концерт на День города, кстати, она выступала, несмотря на то, что уходит звук оп, в зал. Люди в восторге, но при этом голос никак не поменялся, нету никакой ни одышки, ничего, то есть она просто соскочила вниз с зала и продолжила петь. Это, я так понимаю, песня года, ну в принципе все знают, что песня года всегда идет по чистейшую фонограмму, вот, а люди, конечно, в восторге. Но Татьяна Овсиенко умеет петь вживую, вот, конечно, там нет какого-то супер выдающегося вокала, но вот я видел ее выступление именно Живой Звук, где она работает на Дне города и в принципе нормально, похоже на то, что идет в фонограмме. Так, зрители экранов ваших телевизоров неподражаемая Лайма! Лайма, Вайкули, видимо, не стали говорить. Интересно, даже Лайма Вайкули под фонограмму, это даже удивительно, потому что она артистка исключительно всегда поющая вживую и ага, пустой зал, а Лаймы нет. фонограмма идет, а Лаймы нет. В общем, этот же трюк использовал Борису на своем последнем шоу ППС, и ведущая начинает выкручиваться. Фонограмма идет, а Лаймы нет. Это, видимо, был прямой эфир, прямая трансляция и все поддерживают на 5G фабрика звезд. Да. Вот это была вживая на Чирикова. А Лайма Вайкуль так и не появилась. Невероятно. Но на самом деле Лайма Вайкуль на самом деле поет вживую. Я был с ней, участвовал на одном корпоративе и она 40 минут пела полностью вживую все свои песни. Я был восхищен. Вокал у нее потрясающий. Видимо, забыли про то, что у нас сейчас прямой эфир на первом канале. Они берут автографы. Честно, это не честно, потому что я первая собиралась взять автограф у Павлюченко. Поэтому я сейчас пойду брать автограф, а Лайма Вайкуль почему-то не вышла на сцену. И еще разочек. И шоу пошло. Тут уже пошла. О, это самое знаменитое, конечно, позорище. Я считаю, что вот это самое Кристина Арбакайте. и тут обрывается фонограмма. Я начинаю петь вживую, хотя Кристина Арбакайте в принципе умеет петь вживую. И люди начинают поддерживать. Самое, что крутое, что я представляю себя на ее месте. Вы представляете, вы получаете премию Муз-ТВ невероятную. И у вас обрывается фонограмма. И ну что, как выкрутиться? Ну только петь вживую, без музыки. Начинаешь петь. И сидит Алла Борисовна в зале. И она понимает, что ей врубают все равно фонограмму. Люди скандируют, потому что они думают, что это все-таки живой звук. Но нет. И она говорит А, опа! А она может петь вживую. Причем, представляете, слышите, как шикарно настроен звук? Боже! Вот это позорище! Многомиллионное! Вы только подумайте! Все! А это фонограмма. А звук при этом включен, микрофон включен. Так, это кто у нас сейчас будет? Тату. Лена Катина и Юля Волкова. Так, ну, все хорошо. В чем позор, пока непонятно. Я лично знаю Лену Катину, она потрясающая девушка, работа только вживую. Даже интересно. В чем был позор группы Тату сейчас, мне непонятно, потому что Юля Волкова пела сейчас вживую. Да, может быть, немножко не так, как в фонограмме, но подождите, ну, это живой артист, она поет живую, как, может быть, иначе. Максим. Ну, голос немножко дрожит, и звук у микрофона настроен очень плохо. Да, ну, я могу сказать, сказать, что достаточно сложно, когда огромная площадка, очень много людей, и звук, много артистов, хотел сказать, много артистов, очень сложно состроить звук, подстроить звук под каждого. Поэтому, когда обычно сборные солянки, обычно поют под фонограмму, чтобы было все идеально, особенно, если телевизионная съемка, конечно, Максим, ну, ее все время почему-то чморят как-то, вот, но, мне кажется, она талантливая девочка, молодец, очень многого добилась, ну, ну, здесь не позор, она же вживую пела, в чем позор? Вот, позор звезд под фонограмм, под фанеру, да, ну, она же не под фанеру пела, ну, может, она не очень хорошо пела, но она же вживую пела. Так, кто это у нас? А, тоже она. Ну, здесь какой-то очень плохой звук, я думаю, что, возможно, с пульта, без, очень плохо слышна музыка, я думаю, что это звук с пульта или еще как-то подобное, потому что специально ее подставить. Витас, о! подожду еще чуть-чуть. Да, вот Витас, кстати, вживую, ни разу не слышал живого исполнения. Он, прекрасно, конечно, работает под фонограмму, у него очень красивые песни, классный образ, он бесспорно талант, как артист, но живого выступления не видел ни разу, живого пения, ни одного. Но это мне тоже кажется утрированной, почему-то мне кажется, что это не живой вокал. Жесть. Капец. Это просто очень классно. На ветру! Игру! Давайте по-моему вместе на луну. Просто дичь. Это самое жесткое, что чисто я видел в жизни. Но я его уважаю. Он как артист, конечно, движется все время вперед. Молодец. Ну вот Киркорова высмеяли, когда у него был период, что же его подошли, человеком пукал. Ну, здесь, опять же, я думаю, что так же, как и Свитасом с Максимом, это как бы такая постанова, потому что мы все прекрасно знаем, что Филипп Бедросович поет огромное количество песен вживую. И это просто какое-то такое. Запись с пульта, да, но жестко. Ну, просто он бежит, конечно, а как ему брать вот в зал, в зале работать? У него нет другого выхода. Ну, мы все знаем, что Филипп Бедросович, конечно, шикарно поет. И на Жаре, в том числе, вот когда я был, он был на его концерте, я. Да, я знаю, что я видел, когда был на его концерте, я видел, что несколько песен, у него идет фонограмма. В зал, когда он выходит, конечно, часто, но он молодец, все равно отрабатывает от души. Так, 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 фанатки задарили, он не знает, куда деться теперь от них. Они его обожают, они у него специфические. и не знает, куда им деться, что им сказать, потому что фонограмма идет, что он им скажет. Как сказать, когда фонограмма? Все, он его насилует. У него фанатки, конечно, просто дичат. Не сказки сказать, ни передовое, не реально. И он от нее убегает, и убегает, спасите Филиппа. Трэш, она его преследует Обалдеть Я не видел этого ролика Все, она мне кажется Ой, сколько много ролика про Филиппа Пытались его опозорить Но мы все знаем, что Филиппа очень много У него хороший очень вокал И да, он именно почему-то По выходу в зал Он почему-то поет О боже, она оголила Вот это да Она голая, без трусов пришла Обалдеть, я в шоке Обалдеть, как ее в зал пустили Вот мы посмотрели с вами множество артистов Позор под фонограмму Я, конечно, не узнал одну артистку Надеюсь, что вы мне напишите в комментариях, кто это Тату, поющий вживую Я не знаю, в чем здесь был позор под фонограмму И Максим, которая пела тоже вживую Ну, она пела, может быть, не очень хорошо Потому что здесь были какие-то проблемы со звуком Потому что, если мы знаем, допустим, та же Елена Вайнга Всегда на своих живых концертах Делает акустику такую В микрофоне, чтобы можно было на вот таком расстоянии Как советские артисты петь Поэтому я думаю, что просто неправильно отстроенный звук Максим, возможно, не приехал, а заранее не отстроила Вот Прям позор-позор Конечно, это Кристина Арбакайте получился Просто фантастический позор А все остальные Я бы не сказал, что здесь что-то есть глобальное Пишите, пожалуйста, в комментариях Чей, прям вот вы считаете, самый был страшный позор Из всех, что мы сейчас с вами увидели Просто реально интересно И кого из артистов вы поддерживаете Кто считаете, кого вы уважаете Считаете, что они на самом деле талантливые И здесь их мы просто подставили Друзья мои, обязательно подпишитесь Поставьте лайк Не забудьте поставить колокольчик Потому что каждый день новое видео В 19 часов Я вас всех очень люблю Целую, обнимаю Подписывайтесь на плейлист Все, всем пока-пока С вами был Дионис Кельм Субтитры сделал Dионис Кельм